Интеллект, сила, выносливость. Качество, которое должен развивать себя каждый солдат. Однако в боевой обстановке все эти критерии можно смело помножить на ноль, если военный не готов психологически. Работать в критических ситуациях, при этом сохранять спокойствие и самообладание, гвардейцы учатся на специальных тренировках. Одна из них – прохождение психологической полосы препятствий. Дистанция – порядка 200 метров. На всем протяжении – ямы, стены, заборы, растяжки. Прохождение маршрута усложняется стрельбой, взрывами и едким дымом. Напряжение создают раскаты артиллерийских обстрелов и визжание пикирующих самолетов. Силогическая полоса является заключительным и председательным этапом всех контрольных занятий. По всем направлениям военнослужащие отрабатывают практические навыки в стрельбе, в инженерной подготовке, в медицинской. Отрабатывают свою морально-психологическую устойчивость, свои волевые качества и физические. Каждый военнослужащий должен быть морально устойчив и готов к понятию задачи в любых условиях. На дистанции бойцы передвигаются в составе отделения. Действуют организованно, контролируют обстановку, поддерживают друг друга. Пошел! Стрелок должен пробежать определенную дистанцию зигзагообразными движениями и ставить на колено, дабы следующего стрелка прикрыть. Его задача не допустить подхода противника с каких-либо точек. А второй подбегает к первому, скучит ему по плечу и кричит «держу». Они меняются позициями и первый тот, который стрелок, стоял на колене, он продолжает дальше проходить дистанцию. Пошел! Большинство новобранцев до армии активно занимали спортом, так что физическими нагрузками их не удивишь. А вот работа в команде – дело для них новое. Подобные занятия помогают сплотить коллектив. Раньше занимался легкой атлетикой. Было большое рвение попасть именно в эту воинскую часть. Частые выезды на полигоны, часто стреляем, кидаем гранаты. У армии необходимо служить каждому. Боевой дух закаливает. Рядовой Александр Кузьмич прошел маршрут уверенно. Эмоции сдерживает, но заметно, что пульс зашкаливает от полученного адреналина. Парень готов пройти дистанцию столько раз, сколько понадобится. Крики, выстрелы, все было. Я не боялся, я просто шел к своей цели. Все прошел спокойно. Слабых здесь нету. Все хорошие, нормальные пацаны. Психологическая подготовка будет сопровождать десантников на протяжении всей службы. Очередным испытанием новобранцев станет десантирование. Мы обязательно расскажем о первом шаге в небо молодых бойцов.